Здравствуйте! С вами в студии адвокат Михаил Пахомов. Как быть, если отлетевший от колеса автомобиль и камешек серьезно повредил другое транспортное средство? Если в данном случае основание для привлечения к административной ответственности водителя машины, из-под колес которой выскочил злополучный камень и чье участие в происшествии было установлено, может ли он безнаказанно уехать с места аварии? Сотрудники ГИБДД и судьи были единогласны, пока в дело не вмешался Верховный суд России. Он по-своему ответил на эти вопросы и расставил все точки над «и». Рассмотрим обстоятельства дела подробнее. 29 июня 2015 года водитель номер 1, управляя автомобилем, заметил, что водитель другого транспортного средства, водитель номер 2, подает ему сигналы светом фар и звуком. Почитав, что тому нужна срочная помощь, он остановился. Однако водитель номер 2 сообщил, что при обгоне из-под колеса машины водителя 1 вылетел камень и повредил лобовое стекло на его автомобиле. В ответ водитель 1 посоветовал ему обратиться за разрешением сложившейся ситуации в дорожную службу. Поскольку он был уверен в том, что не является участником ДТП, противоправных действий не совершил и никакого вреда, в том числе материального, никому не причинил, после разговора с водителем номер 2, водитель номер 1 сел в свою машину и уехал. Это стало основанием для привлечения его к административной ответственности за оставление места ДТП, участником которого он являлся. По факту нарушения был составлен протокол. В результате водитель 1 был признан виновным в совершении указанного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на один год. Не согласившись с данным постановлением, водитель обратился в районный суд с жалобой, в которой просил отменить постановление и прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения. По его мнению, с места ДТП он не скрывался, поскольку не было и самого ДТП. Водитель 1 обратил внимание на то, что на месте происшествия не велись какие-либо ремонтные работы или другие работы, а предупреждающие знаки, указывающие на наличие гравия или щебня на проезжей части, отсутствовали. При этом он двигался с разрешенной скоростью и правил дорожного движения не нарушал. Несмотря на все доводы водителя, районный суд разделил позицию мирового судья, и счел вынесенное в отношении водителя постановление законным и обоснованным. По мнению районного суда, мировой судья с достаточной полнотой установил тот факт, что водитель 1 умышленно нарушил требования правил дорожного движения, поскольку, являясь водителем, знал об установленном законном запрете на оставление места ДТП. При этом суд подчеркнул, что водителю 1 было известно о факте ДТП, в котором другой автомобиль получил повреждение, что следует из его объяснений мировому судье, объяснений второго водителя, а также из объяснений данных в ходе судебного заседания. В результате жалоба водителя 1 была оставлена без удовлетворения, а принятые мировым судьей постановления оставлены без изменений. Водитель обжаловал вынесенное решение в вышестоящий суд, но и тот занял аналогичную позицию. Однако, будучи убежденным в том, что его права были нарушены, водитель 1 подал жалобу в Верховный суд РФ. В ней он просил отменить вынесенные в отношении него по данному делу об административном правонарушении акты, считая их незаконными. И суд встал на сторону водителя. Верховный суд напомнил, что при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан, в частности, немедленно остановить, не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, а также сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. Согласно материалам дела 29 июня 2015 года, водитель 1 в нарушении правил дорожного движения оставил место происшествия, участником которого являлся. Это и послужило основанием для привлечения его к административной ответственности. Однако, как отметил Верховный суд России, при рассмотрении данного дела прежде всего нужно было выяснить, имел ли место сам факт дорожно-транспортного происшествия. А им, в свою очередь, признается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружение, грузы, либо причинен иной моральный и материальный ущерб. Согласно справке о дорожно-транспортном происшествии, транспортное средство второго водителя было повреждено, на лобовом стекле автомобиля появилась трещина. Данное повреждение образовалось от удара камнем, который вылетел из-под колес движущегося в попутном направлении под управлением водителя 1. Этот факт подтверждается письменными объяснениями обоих водителей, а также их объяснениями данными в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем, как подчеркнул суд, указанное событие произошло по обстоятельствам, независящим от водителя 1, без совершения каких-либо действий с его стороны. Предвидеть как само событие, так и наступление связанных с ним последствий в виде повреждения лобового стекла, следующего в попутном направлении автомобиля, он не мог. В итоге Верховный суд РФ сделал следующий вывод. Повреждение автомобиля, возникшее из-за вылетевших из-под колес другой машины камней, не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия и, следовательно, таковым не является. Таким образом, вывод судебных инстанций о наличии в деянии водителя 1 объективной стороны состава административного правонарушения, связанного с составлением места дорожно-транспортного происшествия, нельзя признать обоснованным. С учетом этого, Верховный суд РФ удовлетворил жалобу водителя, отменил судебные акты нежестоящих судов и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях водителя 1 состава административного правонарушения. Тем самым, Верховный суд изменил сложившуюся практику привлечения к административной ответственности за правонарушения, произошедшие по обстоятельствам, независящим от гражданина, без совершения каких-либо действий с его стороны. Особое мнение было в эфире, в студии адвокат Михаил Пахомов. Ждем ваших звонков и писем. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин